Итак, следующий наш раздел – это апологетика и философия. Сталкивались, будем сталкиваться на всей протяжении всего остального курса, но что такое философия? На самом деле, вы лучше меня знаете, что это значит по-гречески, разные философы по-разному определяют, что такое философия, но так или иначе, как всякая наука, она имеет свой основной вопрос, и основным вопросом философии является, что является высшей реальностью. Ну да, это формулировка Гегеля. Гегель сказал так, что первичное. Да. Да. Вот. Оно очень хорошо по-английски. Mind on matter. Даже есть анекдот, что, значит, когда в Оксфордском университете были дебаты между епископом Уберфорсом и Гексли на тему, значит, что первичное – mind on matter. Значит, они спорили, после чего, значит, после дебатов, другими, они пожимают руку другую. И, значит, Гексли говорит – no mind. То дает – no matter. Значит, неприводимая игра слова. Но что является, в зависимости от того, если человек – это высшая реальность, мы будем по одному, одним путем понимать весь мир. Если боги – по-другому. Если некая непостигаемая дао является высшей реальностью, она высшая же третьим мировосприятием. То есть тоже является высшей реальностью. И, на самом деле, все идеи мы можем свести к двум всего направлениям. Все остальные так или иначе в них вписываются. Первое направление – это теизм. Но запомнить легко. Вы знаете, есть такое легкое правило. Как определить, кому поклоняется то или иное учение. Вначале всякое учение имеет в конце вот это – изм. Вот все, что стоит перед измом – это и есть объект поклонения того человека. Если коммунизм – поклонение коммуны. Если материализм – буддизм. Если теизм – поклонение Бога. Если атеизм – самая забавная вещь – поклонение отсутствию Бога. То есть поклонение тому, чего нет. Так вот, теизм – не спрашивайте меня, что такое баптизм. Значит, это самое. Итак, в соответствии с теизмом, Бог – это высшая реальность и абсолютная мера в силу. И если мы принимаем, что действительно высшей реальностью является Бог. И Бог является абсолютной мерой в силу. То есть ценность любого явления, любого события, любого человека мы определяем по вот этой вот мерке, по канону. Как это соотносится с Богом, с Его замыслом, с Его волей. То тогда предназначение определяется замыслом Творца. Истина – абсолютно. Маль – абсолютно. И жизнь имеет смысл и ценность, поскольку это часть божьего замысла. Кредо туизма – это возлюбить Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей крепостью твоей, всем разумением твоим и ближнего своего самого себя. Если ты ненавидишь брата своего, которого видишь, как ты можешь любить Бога, которого не видишь. То есть обратите внимание, там, где Бог является высшей ценностью, любовь к человеку является неотъемлемым его атрибутом. Предназначение, помните, самый главный вопрос, откуда мы взялись? Мы хотим знать это, мы должны знать, каков замысел Божий. Существует ли абсолютная истина? Да, потому что Бог есть Абсолют. Существует ли мораль, понятие добро и зло? Вы можете решить, это хорошо или плохо? Да, потому что это отображает характер Бога. Жизнь имеет смысл и ценность. То есть тогда Библия – это не просто собрание фольклора древних евреев и прочее. Библия – это инструкция изготовителя. Тот, кто создал этот мир, дал нам инструкцию изготовителя. Мы открываем инструкцию изготовителя на любое изделие. Что мы читаем? Предназначение. Да, начиная с того, что данный прибор предназначен для… Это еще самое начало, там еще даже нет указаний по эксплуатации. С чего нам начинать? Это с предназначения. Можно пылесосом забивать гвозди? Теоретически можно. Но предназначен он для этого? Не предназначен. На самом деле, тогда мы знаем, что такое грех. Потому что грех – это не то, что я неправильно сделаю что-то. Там варенье у бабушки в свое время. Насчет… И шкаф стащил. А то, что я не соответствую своему предназначению. И то, что я делаю что-то неправильно – это уже следствие этого. Вот что такое грех. Прегрешение, наши неправильные поступки – это следствие живущего у нас греха. Потому что мы своему предназначению не соответствуем. Дальше идет. Руководство по эксплуатации. Да? А на самом деле. Вот. Ну… Сама… Руководство по пользователю. Да. Возможные неисправности и способы их устранения. Гарантии. Ну, в Библии мы это называем обетование. А в конце всегда написано. Если эксплуатируется не в соответствии с инструкцией пользователя, рекламации не принимаются. То же самое мы говорим. Вот есть инструкция. Мы можем забивать гвозди пылесосом даже ради благого дела все той же бабушки шкафки наделать. Но когда мы придем в мастерскую и скажем, мы же хорошим делом занимались. Он скажет, дело хорошее, но этот прибор вы использовали не в соответствии с инструкцией пользователя. И в связи с этим рекламации не принимаются. Вот такой инструкцией изготовителя для нас является Библия. Библия дает всему смысл. Библия нам позволяет мерить… Именно в этом смысле Библия является… Мы говорим о Библии как о каноне. Не просто, что есть канон Библии, какие именно тексты в нее входят. Библия сама является каноном для нашей жизни. Потому что через нее мы видим Христа, через нее мы видим волю Божью и по Нему мы все поверяем. Мы условно говорим, что мы должны все поверять по Библии, да? Но именно потому поверяем по Библии, что через нее мы познаем Бога. Библия – это лишь инструмент. Мы Библии поклоняемся. И не волю Библии мы исполняем. Другой точкой зрения является гуманизм. Кому поклоняется гуманизм? Человеку. Учение, вот тот самый, значит, в Пушисе музее, маленький пусушок, две-пяти метров. Значит, из одной глыбы мрамора сделано. Вот. Человек – высшая реальность и относительная мера всего. Хорошо это или плохо? Сразу выброс. Если Фейзер спрашивает «хорошо» или «плохо» с точки зрения Бога, то тут мы спрашиваем «хорошо» или «плохо» с точки зрения человека. И тут же следующий вопрос, какой именно человек. Я отобрал тебя три рубля. Хорошо или «плохо»? «Плохо». Смотри, а кому? Тебе плохо, мне хорошо. Даже может быть и тебе хорошо на самом деле. Я тебя приучаю к борьбе за свое существование. Через это ты эволюционируешь. Оказываешься более приспособлен, хоть и менее. Вот. То есть вы видите, что даже одно и то же действие может быть как объективно, так и субъективно признаваться и хорошим, и плохим. То есть оно для тебя может быть и хорошим, и плохим. Или оно плохое для тебя, и хорошее для меня. Потому что наш человек является относительной мерой всего. Все, что в мире в этом есть – это порождение случайности. Предназначения не существует. Мы ни для чего не предназначены. Поэтому я могу сам решить, каково моё предназначение. И кто мне может сказать, что это правильно или неправильно? Я сам так за себя решил. Истина относительная. А для тебя это истина, а для меня не истина. Мораль ситуационная. В данной ситуации я так поступлю, а в той ситуации я поступлю иначе. Как мне выгоднее. Жизнь не имеет смысла и ценности. Жизнь – это случайность. Игра атома. Кредо гуманизма на самом деле придумано не просветителями. А задолго-то них. Оно записано в Библии, еще в 3 главе книги Теряны. Вы будете как боги, и сами будете решать, что хорошо, как истина. Сами будете решать, что истина, что истина. Сами будете решать, что дороже, что зло. Вот это кредо гуманизма. И мы вчера уже с вами разговаривали о книге Шефера «Как же нам теперь жить». И именно в этой книге ты покажешь, что там, где бог выше реального человеку, жить гораздо уютнее и безопаснее. Там, где он является выше реальностью. Потому что девиз гуманизма «человек» – это звучит гордо, но приходится добавлять, только выглядит жалко. Я хочу особо обратить ваше внимание, что когда мы говорим о философском понятии гуманизма, очень часто гуманисты любят подменять понятия. Понятие «гуманизм» связано с понятием «гуманный», «гуманитарная помощь» и прочее, прочее, прочее. Так вот, если вам будут люди говорить о философии гуманизма, и будут говорить, что философия гуманизма заключается в том, что к людям нужно лучше относиться – это ложь. То, что к людям лучше нужно относиться, об этом как раз говорит философия атеизма. Что нужно любить ближнего как самого себя. Что значит любить как самого себя? Как я себя люблю? Я в восторге от себя? Ну, иногда бываю, да, спору нет. Но, как правило, нет. Я себе зачастую не нравлюсь. Я знаю за собой многие вещи, которые я рад, что вы не знаете. Вот. Но при всем при том, в любой ситуации, в первую очередь, я чьей интерес буду преследовать? Себя любимому. То есть, я себя люблю, ты знаешь, что я от себя в восторге? Это значит, что я всегда в первую очередь о собственном интересе люблюсь. Так вот, мы должны любить ближнего как самого себя. Это значит, что мы должны быть в восторге от ближнего. Умиляться им или искать ближнего, у которого нет недостатков. Признавая, как за собой мы признаем все недостатки, все, значит, слабости и прочее. То есть, даже признавая за ближнего все недостатки и слабости, мы всегда должны стремиться к благу его. Об этом говорит религия теизма. Религия гуманизма, наоборот, говорит, что вы будете как боги. Если нам кажется бог, у которого челюсть пошире и бицепси побольше, то, значит, виноват не в те боги выше. Вот. Понятно, да? Я на это внимание обращаю очень... Да, вы потом, там, на экзаменах и прочее, вы никакой подмухой не попались. И не написали, что религия гуманизма – это доставка гуманитарной помощи. Вот. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте 3wtvseminary.com Редактор субтитров А.Семкин Субтитры подогнал «Симон»